Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас воскресенье. Вы не поверите, сегодня я спала до часа ночи. Никогда, никогда в жизни такого у меня еще не было. Но я, правда, легла спать где-то в 2 часа ночи. Я смотрела фильм «Остров проклятых» с Ди Каприо. Вот. И у меня был очень сильный кашель, я не могла спать, поэтому я просто смотрела фильм. Но все равно были времена, когда я не спала и до утра, и все равно просыпалась. Ну, максимум 8-9. Но чтобы я спала до часу, я проснулась, смотрю, а дома никого нет. Валера там где-то работает. Записка от мужа, что он забрал детей в садик. И время... Ой, не в садик. Что он забрал детей в парк. И время час дня. Я не поверила. Говорю, да не может быть такого. И мама звонили 50 раз, и папа на то, что вот. Чего ты не отвечаешь, куда ты пропала, да? Все переживали. Я обычно утром всегда маме пишу или звоню. Не знаю, вот вырубилась и все. Ну, хорошо, что хоть поспала. Вот. У нас вчера с мужем был вот такой спор. Вот, мои хорошие. Спор был такой, значит. Я хочу заказать сюда ковер 9 на 13. 9 на 13. Это получается, вот смотрите, начиная вот отсюда. И он закончится прямо вот тут. То есть останется от рейки, или как, от арки останется вот чуть-чуть. Как бы 1 инч, наверное. 1 или 2 инч. Получается, он полностью, практически покроет, да? Так вот. Ну, вот этот треугольник, конечно, останется. Вот отсюда он так прямо, прямо, прямо. И тут он полностью закроет. Вот так вот. Он говорит, нет, это будет выглядеть как-то поуродливым. Это чересчур большое. Давай сделаем 8 на 10. Ну, 8 на 10, не знаю. Вот это вот 4 на 7. Это получается 8 на 10, это будет чуть-чуть вот сюда. Не так много закроет. Я ему вчера говорю, нет, я хочу такое. Ну, в общем, он говорит, ладно, делай, делай, что хочешь, но я думаю, что это будет чересчур большое. Почему чересчур большое? Это он не закроет полностью, но, по крайней мере, закроет вот это ария. Зачем мне это надо? Он говорит, тогда давай просто поставим по всему дому карпет, да, вот, чтобы не было вообще, ну, вообще дерева. Я говорю, ну, я так тоже не хочу. Потом, сегодня он мне сказал, что он заказал. Я вам покажу, что-то он там наверху делал. Дома такой бардак. Ну, ладно, уже сейчас не обращай на это внимания, потому что все будет убрано после. Вот Валера сейчас поставил сюда вот этот шкафчик. Кстати, тут уже все сделано. Вот мы сюда уже поставили, видите? Вот эту чашечку мы покупали отдельно. Чашечка отдельно. Она была внутри, вот как обычная раковина. Мы ее не использовали и просто заказали чашечку. Вот эту отдельно купили. Шкафчик вот. И вот это тоже открывается. Сюда вот поставили вот такие освежающие цветочки. Ну, сюда вот, это для candles. Свечки надо туда поставить. И вроде бы... А, сюда еще вот зеркало надо повесить. И вроде бы все. Это зеркало, оно большое. Пойдет сюда. Так, муж что-то там сделал наверху. Сейчас посмотрим. Он мне показывает. Вот смотри, я заказал деск. Рабочий стол. Ну, я думала за 100, за 150 долларов какой-нибудь деск. А вот что. Лампу вот эту заказала. Ой, прикольненькая. Мне нравится. Смотрите, какая классная. Необычная. Вообще необычная. Мне нравится. Она очень подходит сюда. Да, очень красиво смотрится. А, он сюда поставил. Я думала, они там будут стоять. Будут свои. Хорошо смотрится, да. Я сюда еще фотографии поставлю. Сюда, я уже вам сказала, будет диван, кровать. И вот сюда он заказал очень красивый деск за 400 долларов. И я ему сейчас говорю, зачем? Зачем ты потратил столько денег на это? У нас тем более есть такой деск внизу. А, нет. А в офисе у него есть деск старый. Ну, не старый, где-то год ему. Он его сивенча отдаст в комнату. А туда другой копит. И сюда взял. Но я, вот это тоже уже не надо. Потому что там уже вместе идет. Я ему говорю, зачем ты так потратил? Он говорит, ну, потому что будет хорошо выглядеть. Я сказала, хорошо, тогда я заказываю сегодня же, сегодня же свой ковер. Потому что, знаете, я как бы жалела деньги, думала, ну, ковер сейчас не буду на это тратить деньги. Если я, знаете, не возьму то, что мне надо, он сейчас все накупит, всякую фигню, что не надо. Вот это тоже светильники, они тоже не дешевые светильники, вот это все, да. Вот. А ковер, он реально мне нужен. Если он не хочет менять эти полы чертовые, черные, которые просто меня уже раздражают. Потому что там нужно мыть не один раз в день. Даже если бы нужно было мыть просто один раз в день, ладно. Это надо мыть, наверное, все пять раз в день. Потому что, если вы хотите, чтобы у вас дома было чисто. Хотя я говорю, что я, ладно, не буду на это обращать внимание. Пускай вот так вот грязно стоит, я только буду в неделю один раз полынуть. Но я знаю саму себя, это не про меня. Меня это будет бесить и раздражать. У меня есть такое, знаете, вот бзик в голове, да, что если там что-то где-то грязно, это меня это раздражает. Вот даже сейчас то, что дом в таком состоянии, меня это прям бесит. Ну, это, наверное, психологическое тоже, но это нехорошо. То есть это как OCD, да, практически. Вот, но такой, у меня есть, мы же сами все про себя знаем. Поэтому я знаю, что я не буду в год, в неделю один раз мыть эти полы, да. Поэтому буду страдать я, получается. Поэтому мне нужен этот большой ковер, чтобы пусть закроет максимально. А как вы думаете, напишите в комментариях, 8 на 10 или 9 на 13. Вы понимаете, там не такая большая разница, чтобы прям, знаете, спорить насчет этого. Ну, я, знаете, на все соглашаюсь, соглашаюсь, но уже хочется, чтобы что-то было такое, знаете, уже что я хочу. Так, сейчас хочу приготовить ужин. Это поджарка для голубцов. Я вчера уже голубцы намотала, все приготовила, покрыла в казане. И, ну, не готовила, как бы, получается, просто приготовила на сегодня, чтобы сегодня не возиться с ужином. И уже 6.26, муж сказал, давай есть в 7, а я только сейчас вспомнила, я делала домашние дела. И теперь чуть-чуть поздно будет сегодня. Вот, уже намотала голубчика в своих, видите, вот такие красивенькие. Милое дело, знаете, приготовить вот так вот это самое то. Еще что я хочу сказать, я просто полюбила вот этот вот ниндзя комбайнер. Блин, ну, как-то такая, когда мне родители купили, я думала, да зачем мне это, в принципе, надо, а сейчас я прям радуюсь, не нарадуюсь. Я уже ничего, ничего я сама не шелфую. Три секунды любых размеров. Муж купил вот такое вот, смотрите. Сюда, на кухню, вот этого черное тоже. У нас везде теперь черные они. Валера поставил и в нашу ванную комнату, и в туалет, где вот, туда мы тоже поставили на кухню, я вам уже показала. Ванная детей и ванная селень, что же все черное. Блин, я чуть-чуть опаздываюсь с динером. Не успею с ними, уже 6.30. Ну ладно. В общем, сегодня вроде бы мне лучше, но... Но все равно, знаете, я пью вот эти вот антибиотики. Агументин, который мне мама дала. Да, антибиотики нежелательные, но мне кажется, у меня бактериальные. У меня не только вирусные, но я знаю. Он меня копирует, может, как всегда. Я разговариваю. Ты, 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 как? Я не знаю, я просто смотрю на шоу. Ага. 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 Прикалывается надо мной. Говорит, нужно мне билеты купить на твое шоу. Ага. Может, когда Лебедик придется покупать билеты, когда не знаешь. Мы же хотели пригласить нашего агента, который вот нам продал дом, но он брокер. И вот он через две недели приедет, оказывается, потому что первую неделю августа. Почему? Потому что у него сейчас open houses, они делают. Но вот open house, это когда вы продаете дома, для всех желающих они приходят, смотрят ваш дом, который вы хотите продать. Вот. И я реально, так знаете, excited, но в предвкушении, что он хочет взять меня в свою команду, я уже готовлюсь к экзаменам, чтобы получить лайсен. Ну, это займет уже 5-6 месяцев. Вот. И муж сегодня говорит, вот наверху, где у нас лофта, ну вот чердак, там все красиво он так. Он, знаете, довольно-таки большой, он реально большая комната там. Я не знаю, камера это передает или нет, но это большая комната. И вот он заказал классный деск туда. У меня сегодня была немножко зла на это, зачем столько денег тратить. А он мне говорит, ну вот ты скоро начнешь, когда вот будешь этим заниматься, real estate, ну вот, тебе нужен будет офис. Вот у тебя уже готовый офис, я говорю, да, это мой офис. Но если так, то мне нравится, всем нравится. Это, 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 это не такое, на самом деле. О, это, это, это классная. Это, это классная. Это классная. Ну, это классная. Это классная, это в Москве тоже. Он говорит, когда вчера был врач, он указал его вот этот купить с Амазона. Даже те, кто сидит на золу, все это вот эти депрессионные, да, или там на каких-то других депрессионных магазинах, таблетках, говорит, лучше пробовать вот это, ну, мы не сидим на этих лекарствах, люди подумают, и они про себя говорят, хотя я сидела на них, когда родила Чемесона, у меня была послеродовая депрессия, где диагностировали меня, и я сидела на золу, но у него 5000 отзывов в Амазоне, и муж говорит, врач ему сказал, что это делает и так, миракал, ну, то есть, ну, это, как бы, сотворяет чудо, да. Так, я добавила чуть-чуть вот этого красного соуса для пасты, потому что мне нравится. Можете добавить просто томатный соус? Ну, что томатный соус тоже нормально. Томатный соус, помидорчики, да? Ну, я люблю вот это. Мне это нравится. Сейчас вот хорошенько все пожарила, добавила лавровый. Можете добавить лавровый листочек. Можете добавлять, добавляем сюда. Все, оставляем на 40 минут У вас можно даже снимать, если честно Все входят туда-сюда, мешаются Так, голубчики у нас готовы Вот так вкусно пахнет Так, ужин готов Наверное, лучше я буду брать ложечкой, чтобы не сломать Как я вам уже сказала, он, что меня обожает голубцы И плов, он очень любит плов Борщ он не ест, хотя я борщ готовлю очень вкусно Но ему борщ не нравится Еще холодец он не ест вообще Как можно это есть Холодец я сама не делаю, но у меня папа очень вкусно готовит Молодцы, это просто обедение Он не ест у меня Польем Я говорю, возьми сметану, он говорит, и все Я говорю, да, сегодня без салата Мы всегда, всегда едим салат, всегда Но мне не охота сегодня делать салат Потому что уже время 8 часов Ужин готовится очень поздно сегодня Поэтому, какой салат Показывает свой пылак, говорит, в следующий раз, чтобы был салат Он говорит, я тебя один раз предупреждаю и два раза без салат Да, сейчас этот пылак я ему на голову надену Так Смотрите, какой вкусненький получился у нас ужин Посмотрите на вот это ванильное небо Бэйб, look at the sky Смотрите, как красиво Я не знаю, камера передает Нет, но цвет такой Ванильное такое Красивое Все вещи у мамы, у родителей она гостит Смотрите, как преобразилась наша ванная Вот что значит просто поставить шкафчики Вот это вот то, что было, убрали Поменяли все, видите, зеркало А сюда завтра будут ставиться такие прикольные светильники черного цвета Тоже такие, знаете Они очень классные Они очень стильные Такие три штучки Но завтра это будет И тогда совсем переобразится Мне очень нравится Я вам уже сто раз повторяюсь Еще раз скажу Вот это вот мы отдельно купили Раковина, которая шла вместе с этим Шкафчиком Мы эту раковину просто выкинули Потому что она идет как вот обычно Вовнутрь, да А мы хотели, чтобы вот так именно стояла Вот это тоже вот черненькое купили Вот Классно Эту поэму написал Джей Сам Сам написал Смотрите Lighthouse называется Кто знает английский Можете вот так вот прочитать Lighthouse это вот маяк Но суть такова, что он Что я его маяк Что он Всегда Будет возвращаться Ко мне Это он мне подарил На нашу свадьбу Когда у нас была свадьба Кажется на месяц После свадьбы Подарил А, кстати, вот Ну еще вот это вот будет делать Видите, это уродство Это Валера будет делать Завтра И вот Посмотрите, как тут Тоже шкафчик Тоже это Но это я вам уже показывала Тут тоже зеркальце Хотела вам показать Как смотрятся Вот эти светильники Ой Да, камера не передает К сожалению, нет Не передает вот этого уюта Надо, чтобы было чуть Чуть посветлее Завтра покажу вам Ну дай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok